В третьем видосике Сумеру нам показали целых 5 новых персонажей, по сути уже официально заспойлерено чуть ли не весь регион. Ну короче, Дендрархонт Нахида. Реально похоже на цветочек или на тех же плесенников. Интересная особенность, эльфийские ушки типа как у Кли. Кошка-жена из пустынных наёмников. Ничего так, да, ничего так. Обилие красного цвета намекает на пироэлемент. И в принципе вот вам жёсткая такая вайфочка. Ещё один жёсткий, но уже кач с голыми руками Аль Хайтама. Чел занимает очень много пространства своим боди. И не удивлюсь, что в итоге будет ростом сфатуя. Для завершения моднявого образа не хватает современных дутых кроссов. Да посмотри, вот эти вот наушники, вот эта вот там маечка, да, обтягивающая. Современный, абсолютно стиль Сайна. Великолепен и загадочен. Как никто вообще вписывается, офигительно вписывается в атмосферу Сумеру. Его показали на пару мгновений, но уже он притягивает к себе желание его откручивать. Нилоу, очередная танцовщица и вроде как пивуньертом. Более яркая конкурентка Барбари Юньцзинь выглядит на пятёрку. И вот, к сожалению, опять ни слова про Яу-Яу и Байджу, которых мы все так ждём. Но вообще интересно, что пока получается, что в Сумеру по персонажам примерно одинаковое количество пацанов и девчулей. Жирный плюс для многих и минус тема для твиттерской тусовочки. Второй момент, который уже и для меня весьма значим, это правильный подход к подобным тизерам а-ля дневникам разработчика. Когда интересные моменты показываются официально. Их можно обсуждать, уже строить теории, влюбляться в пейзажики или выбирать персонажа себе на далёкое будущее. В общем, ждём следующие выпуски. Надеюсь, они также будут примерно раз в неделю дропаться. А пока у меня всё, я кончил.